Эфир телеканала РЖД-ТВ продолжает информационный выпуск. И в этой студии мы приветствуем Наталью Бурову, заместителя председателя Росправжел. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Александр. Вы у нас были в начале этого лета, и тогда все только готовились к тому, чтобы отправить своих детей отдыхать. Вы называли достаточно такую серьезную цифру. Порядка 50 тысяч человек собирались поехать в загородные лагеря на Черноморское побережье. И организацией отдыха занимается руководство компании совместно с профсоюзом. Скажите, Наталья Владимировна, всех ли детей удалось отправить, все ли остались довольны, и вообще с какими эмоциями вернулись домой? В целом можно сказать, что отдыхом мы довольны, как он прошел. Не было никаких у нас ЧП, все дети живы и здоровы, вернулись к мамам и папам. Особый акцент делался не только на организацию питания, и чтобы ребенок выспался как следует, поиграл в футбол. Это очень важно. Но и чтобы развивалась его познавательная активность через внедрение и реализацию корпоративных программ. Дороги будущего, открытые двери компании, путь твоей безопасности. Наталья Владимировна, часто, когда речь идет о летнем отдыхе детей, используется такое понятие, слово «оздоровление». Скажите, пожалуйста, что в него входит? То есть приезжает ребенок в лагерь. Как выглядит его расписание? Чем он занимается? Как его оздоравливают? Что это значит? Ребенок должен, если говорить популярно, вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Обязательно в порядке зарядка. То есть пропаганда здорового образа жизни, то, что сейчас приветствуется в компании, это продолжается, естественно, в лагерях наших детских. Все лагеря оборудованы спортивными площадками. Это также одно из основных условий при открытии лагерей. Дети должны иметь возможность заниматься любыми видами спорта. Во всех лагерях есть кружки. И танцевальные, и хореографии, и танцевальные, и бисероплетение, и моделирование, и изучение английского языка, дополнительно то, что сейчас важно для детей. А вот какие места пользуются большей популярностью у родителей? Куда в основном хотят отправить детей? У нас присутствуют две сторонние здравницы. Почему это сделано, тоже объяснимо. Лагеря Северо-Кавказской железной дороги не могут охватить всю сеть по организации отдыха, так как у них еще есть и дети своих работников. Но тем не менее, практически лагерь «Зеленый огонек», где реализуется программа «Дороги будущего», отдан на отдых детей со всей сети. Туда приезжают дети со всей сети. А так как детский отдых на Черноморском побережье ничем заменить нельзя, какой бы прекрасен лагерь не был на территории, мы были вынуждены приобретать дополнительные путевки в сторонних здравницах. Очень серьезно подходили к их выбору. И Департамент социального развития, Департамент здравоохранения ОРЖД, и представители профсоюза выезжали комиссионно и выбирали эти лагеря. И мы постарались максимально удовлетворить потребность родителей, железнодорожников в этом виде отдыха детей. Дарья Владимировна, ну, закончим с летом. Уже подошло к концу. Об итогах вы рассказали. Скажите, чего ждать от новогодних праздников? Куда можно будет поехать? Ну, новогодние праздники у нас начинают с праздничного новогоднего подарка. Можно похвастаться здесь, что, наверное, сегодня практически ни в одной компании нет, когда каждый ребенок, каждый ребенок в канун Нового года получает подарок от компании, от профсоюза. У нас это сохранилось, это действует. Подарки мы каждый год стараемся не просто конфетами наполнить. Во-первых, это новогодняя упаковка, это символика ОРЖД и профсоюза. Далее там мы вкладываем задания, которые ребенок должен отгадать совместно с семьей. Это в первую очередь, то есть задания там на железнодорожной тематике. А если не отгадает, то у него подарок изымается? Нет, что вы. Если отгадает, то он дополнительный подарок получает. А. Да. И это каждый год разное. Это фотоаппараты, видеоплееры. Ну и, конечно, реализуя программу «Узнать свою страну» как для взрослых, так и для детей, мы рады приветствовать наших молодых юных железнодорожников в Москве, Санкт-Петербурге и в экскурсиях по Золотому кольцу. Эти программы реализуются также совместно с руководством компании, но организатором их является профсоюз. Хочу вам сказать, что акцент основной на тех детей, которые рассчитывают с этой программой, мы стараемся делать на железнодорожниках, которые проживают на отдаленных станциях, когда у них менее возможности, имеют меньше возможности привезти своих детей в столицу. И, конечно, при посещении Москвы они в обязательном порядке посещают главную елку страны – Кремль. Татьяна Владимировна, ну и последний у меня вопрос. Такой совет может быть родителям. Что нужно сделать родителям? То есть заполнить какое-то заявление? Как обратиться, чтобы отправить своего ребенка отдыхать? Надо написать заявление в профсоюзную организацию свою, там, где ты работаешь. После этого дорожная организация обобщит все заявки, направит к нам в Центральный комитет. И мы сформируем общую группу, общую потребность и постараемся удовлетворить все заявки. Вот за какое время? Когда оно должно быть? После 16 октября. Наталья Владимировна, спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что на новогодних праздниках всем тоже удастся хорошо отдохнуть и укрепить свое здоровье. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Всегда рады сотрудничеству. Надеюсь, что это будет для пользы всех наших работников.